Всем привет! Смотрите как восстановить данные с разрушенного RAID массива BuffaloNAS. Как известно RAID массивы позволяют повысить надежность хранения данных и защитить их от потери и выходя из строя одного или нескольких дисков. Однако даже при использовании RAID сбои в работе жестких дисков могут привести к потере доступа к хранилищу и ценной информации. Также не исключены случаи выхода из строя из самого сетевого хранилища и в результате вы потеряете доступ к данным. В этом видео мы рассмотрим как с помощью специализированной программы для восстановления данных можно вернуть доступ к информации на поврежденном RAID массиве. Рассмотрим как собрать разрушенный RAID и восстановить из него информацию. Для общего понимания работы технологии RAID давайте разберем как его создать на BuffaloNAS. Данная модель поддерживает несколько уровней RAID, RAID 0, 1 и J-Bot. Для создания RAID откройте веб-интерфейс устройства в виде IP-адрес вашего устройства в адресной строке браузера или откройте настройки устройства через приложение BuffaloNAS Navigator. В окне менеджера управления NAS откройте вкладку System Storage. Пролистайте ниже к разделу RAID и откройте настройки. Здесь выберите уровень будущего массива. Отметьте диски из которых он будет состоять и кликните по кнопке Create RAID Array. Система предупредит о том, что данные на выбранных дисках будут удалены. Нажмите Apply для подтверждения. Введите код и нажмите еще раз Apply. После начнется процесс построения RAID. Дождитесь окончания процесса. По завершении вы сможете создать общую сетевую папку. С ее помощью вы сможете делиться файлами между различными устройствами вашей сети. В разделе Shared Folders кликните по кнопке Create Folder, укажите имя папки, выберите том, задайте настройки доступа и включите нужные сетевые протоколы. Также здесь вы можете активировать функцию корзины для данного каталога. Функция корзины поможет вернуть случайно удаленные файлы. Указав все параметры общей папки нажмите Save. После завершения этих шагов вы можете использовать вашу новую общую папку для обмена файлами между различными устройствами вашей сети. Обратите внимание, что вам может потребоваться настроить дополнительные параметры безопасности, чтобы гарантировать защиту вашей информации, указав пароль или ограничив права доступа конкретным пользователям. Активировав функцию корзины для сетевой папки вы сможете вернуть из данной папки случайно удаленные файлы. Если таким способом файл восстановить не удалось или вы потеряли доступ к данным в случае выхода из строя сетевого хранилища или рейд находится в разрушенном состоянии, вернуть утерянные данные вам поможет только специальная программа для восстановления данных с рейд. Восстановление данных с нерабочего NAS может быть сложным и трудоемким процессом, но есть несколько методов, которые могут помочь вернуть важную информацию. В данном видео мы рассмотрим как восстановить данные с нерабочего NAS Buffalo. Первым шагом необходимо подготовиться к восстановлению данных. Для этого нужно остановить использование NAS, чтобы избежать дальнейшей потери данных. Если NAS не запускается, нужно определить причину отказа оборудования. Это может быть аппаратная или программная проблема. Если NAS не работает из-за аппаратной проблемы, то необходимо заменить нерабочую часть. Если проблема программная, то можно попытаться самостоятельно решить проблему или обратиться к специалистам. Если вам не удалось восстановить работоспособность сетевого хранилища, доступ к дисковому массиву больше не доступен, не отчаивайтесь. С помощью программы для восстановления данных HATMAN RAID Recovery вы можете собрать разрушенный RAID и извлечь из него важные файлы. Программа поддерживает большинство файловых систем и типов RAID, что делает ее идеальным выбором для восстановления данных после аппаратных сбоев оборудования, контроллеров, аппаратной части и других проблем. Чтобы получить доступ к дискам необходимо извлечь их из устройства NAS и подключить напрямую к компьютеру с операционной системой Windows. Если при подключении диска в операционную систему вашего компьютера предложат их инициализировать или отформатировать, не делайте этого, так как это может полностью затереть данные и восстановление будет затруднено. Для начала загрузите, установите и запустите программу HATMAN RAID Recovery. При запуске программа автоматически просканирует диски подключенные к вашему компьютеру и соберет разрушенный RAID. В главном окне программы вы увидите RAID массив, который был собран из данных накопителей. Чтобы найти нужные файлы кликните правой кнопкой мыши по разделу и нажмите открыть. Затем выберите тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. Для большинства несложных ситуаций достаточно выполнить быстрое сканирование. Данный тип анализа займет меньше времени. Если программа не нашла нужных файлов выполните полный анализ. Вернитесь к начальному экрану программы, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново, а затем полный анализ. Укажите файловую систему, отметка поиска по содержимому файлов можно снять, это немного ускорит процесс. И нажмите далее. По завершении сканирования программа отобразит результат на экране. Содержимое всех файлов можно посмотреть в окне предварительного просмотра. Отметьте файлы которые нужно вернуть и нажмите кнопку восстановить. Затем укажите место куда сохранить данные, диск и папку. По завершении процесса восстановленные данные будут лежать в указанном каталоге. В заключении можно сказать, что в случае поломки устройства хранения доступ к дисковому массиву может быть потерян, но благодаря программе для восстановления данных можно восстановить информацию хранящуюся на дисках. При подключении накопителей к компьютеру необходимо быть внимательным и не инициализировать их, так как это может усложнить процесс восстановления. Также важно понимать, что правильный выбор программы и последовательность действий могут значительно облегчить процесс восстановления данных и помочь избежать потери ценной информации. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры создавал DimaTorzok